Всем привет дорогие друзья, с вами Мэттскрим. Это новый выпуск Хроник Идла. Новых видео сейчас на самом деле не так много. И этот выпуск больше обоснован тем, что вышел новый герой. И я вам хочу побыстрее показать, что он из себя представляет. Но также помимо видео с новым героем, я вам покажу пару интересных видео из Китая. Качество конечно не очень, но будем довольствоваться тем, что есть. Состав конечно у человека просто отбитый, по другому я сказать не могу. Итак, нас интересует команда справа, в которой вы можете видеть одного мима, трех фейтблейдов и двух амуворов. Давайте посмотрим, как выглядит бой данной команды. Обе команды полностью 13-звездочные. Как мы можем видеть, разговоры по поводу того, что 13-звездочный ФБ проигрывает амувору. Вас могут не касаться, когда у вас в команде 3 13-звездочных ФБ, которые буквально в первые раунды выносят всю команду противника. И также здесь еще будет второй бой. Давайте его также посмотрим. Ну это просто жесть, я думаю, вы сами видите. Кто спрашивает, какую команду посоветуешь? Друзья, вот справа команда. Кто хочет топовый состав, собирайте. Следующее видео будет интересно тем, кто немного решил схитрить в башне. То есть на этаже, на котором Айданы, насколько вы знаете, последняя пассивка наносит очень много урона. И человек решил поставить Мишель в шестой слот. Я так понимаю, он хотел сыграть и выиграть по тактике, что когда Айданы умирают, они всех убивают. И Мишель воскрешается. И как бы все отлично. Но не тут-то было. Как мы можем видеть, Мишель была мертвая, но урон нанесся тогда, когда Мишель уже встала. Соответственно, такой способ не работает. Когда Айданы умирают, есть у вас Мишель, нет у вас Мишели, это никак не влияет. Вы в любом случае проигрываете, если вы не переживаете урон, который они наносят после своей смерти. Это так, для тех, кому интересна механика по игре. И теперь мы переходим к самому интересному. Затестил Хорос один англоязычный ютубер Зил. И затестил он его на аккаунте, который ему предоставляет его какой-то подписчик. И на этом аккаунте доната свыше 50 тысяч долларов реальных. У него 13-й VIP, и это нифига не приватка. У него вот на вот этом ивенте скуплены полностью все паки. Справа мы видим в первом слоте Оруса, который разогнан на здоровье. То есть у него камень здоровья, а не атака. Это сделано для того, чтобы он с третьей своей способности как можно дольше жил и как можно больше разогнал свой урон, шанс крита и сопротивление к контролю. Ну сопротивление к контролю он получает буквально в первые раунды уже максимально. Да, и также хочу сказать, что я ошибся в третьей пассивной способности. Он, оказывается, бафает себе третью пассивку, когда использует активный навык абсолютно любой персонаж на поле боя. То есть это могут быть и противник, и ваш союзник. Соответственно, чем дольше этот герой живет, тем больше он будет наносить урон на команде противника. Далее, что касается четвертой пассивной способности Оруса. Она, оказывается, наносит урон не от его текущего здоровья, а от здоровья противника, который его атакует. И восстановление здоровья самому Орусу в размере 10% также зависит от этого урона, который он нанес с помощью данной пассивки. То есть там не привязана никак ни атака, ничего. Соответственно, если, к примеру, его атакует та же Валькирия, то она получит довольно-таки много урона за счет того, что у самой Валькирии очень большой пул здоровья. И также немаловажно то, что с этой контратаки он восстанавливает энергию противнику. То есть у Королевы, у Зигмунда поубирали вот эти восстановления, у Оруса оно есть. Ага, еще я ошибся в том, что у него активная способность первая имеет 100% шанс крита. Друзья, это не так. Там добавляется не шанс крита гарантированный, а добавляется дополнительный урон от крита по заднему ряду. Там плюс 100 с чем-то процентов. И тут мы видим урон, который он наносит уже с кучей истаков, просто с третьей пассивной способности. Там больше 2,5 миллионов по 13-звездочным персонажам. Ну и мы видим урон, который он нанес на протяжении всего боя. 46 миллионов. Больше даже, чем Валькирия. Как оценивают вообще сейчас комьюнити этого героя? Герой довольно-таки сильный, но не топовый. То есть нельзя сказать, что он на уровне Валькирии и вот самого верха тира героев. То есть это просто хороший герой нежити, которого вы можете использовать, к примеру, вместо Джары, если вам нужна аура. И этому герою, как вы понимаете, нужно жить как можно дольше. То есть вы должны собирать для него команду, которая будет прям на выживаемость очень серьезную. Соответственно, если вы, к примеру, оденете на него камень атаки, то он в PvP может умирать довольно-таки быстро. Поэтому его, я так понимаю, будут собирать в PvP именно на здоровье. А по поводу PvE, то есть боссов. На боссах он очень много урона наносит. 8-звездочный Орус, который нанес 63 миллиона урона. Больше, чем 9-звездочный Зигмунд. И чуть меньше, чем 10-звездочный скилл. И снизу результаты еще лучше. Он нанес в 2 раза больше урона, чем 10-звездочный скилл. 8-звездочный Орус. И в 3,5 раза больше урона, чем Зигмунд. Ага, тут еще 11-звездочная Джара. Она нанесла 30 миллионов урона. Орус 72. В общем, вы можете видеть, что этот герой в PvE прям очень серьезно рулит. Я думаю, это видео будет полезно тем, кто в раздумьях собирать данного героя или нет. Вы увидели, как он себя показывает в эндгейме в поздней игре. И также против боссов. Он наносит очень серьезный урон. Поэтому поддерживайте лайками. Пишите ваши вопросы в комментариях, если у вас таковые есть. И не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok